всем привет друзья с вами михаил играт real shop heroes и сегодня видео хотел бы поделиться своими мыслями навеянными дискуссии в нашем telegram чате телеграмм группе по поводу ивента приключения в ледяном мире если он друзья понравится видео и будет полезным обязательно пожалуйста подписывайтесь на канал ставьте лайк оставляйте вопросы комментарии всем и каждому друзья большое спасибо за поддержку так в чем суть друзья я обычно проходил это событие я даже не выкупал ледяной сундук последний не не тратил кристаллы брал получаемые друзья 42 кирки за ежедневный вход проходил в основном забирал 22 сундука это 3000 кристаллов плюс болванка мне было достаточно остальные мне на данный момент не актуальны я больше рассчитывал на получение кристалла но данная тактика я не совсем эффективное спасибо спасибо окса и улканбек если не ошибаюсь друзья поправьте меня в комментариях обратили внимание на следующие возможности во первых сундук надо покупать при любых раскладах последний тактика номер два кроме той которую я использовал это мы делаем все то же самое за ежедневный вход получаем кирки забираем ну очень редко когда но есть такие случаи когда ты не забираешь ну прям совсем не фартанул не забираешь второй сундук тогда это совсем плохо но мы исходим из того что мы за ежедневные вот эти кирки которые мы получаем забираем второй сундук выкупаем сундук за 4000 и неиспользуемых в итоге мы получаем 3000 за сундук второй который мы получили в события и возврат за каждую кирку если она не использована возвращает по 100 кристаллов соответственно мы потратили 4000 и здесь 50 мы получим 5000 и того 3000 и 1000 это 4000 алмазов плюс те и темкие материалы которые мы получили за прохождение двух двух раундов это тактика номер два тактика номер три друзья вообще не тратим кирки забираем 4200 кристаллов выкупаем сундук и забираем соответственно тоже их не тратим забираем еще тысячу кристаллов и того выгода 5200 кристаллов друзья кому какую тактику использовать при прохождении это уже каждый будет решать сам но как по мне в начале игры более актуально набирать материалы набирать материалы они более нужны для ускорения развития в эндгейме конечно я наверно перейду на тактику когда лучше 5200 кристаллов получить их можно использовать на покупку свитков колес на того же пегаса на коня там 4500 кристаллов надо чтобы отправить на максимальную звездность и это наверное будет более эффективно можно вообще друзья и эти за ежедневки кирки и выкупленные попробовать пройти но я не слышал друзья ни разу чтобы кто-то проходил далее далее седьмого уровня и седьмой уровень вот этот алмаз с выбором героев но единицы я за все время как у нас появилась это задание этот ивент друзья но я и слышал единицы что про проходили и получали седьмую награду чем друзья есть такие возможности чем больше возможностей тем лучше для фри-то-плей игроков планировать использование своих ресурсов если есть какие-то другие тактики друзья обязательно поделитесь в комментариях своими мыслями информации с другими фри-то-плей игроками чтобы было играть удобнее надеюсь видео вам будет полезным всем хорошего настроения мирного неба над головой играйте друзья в удовольствие и до новых встреч друзья видео